всем привет меня зовут гребенкин иван я являюсь персональным тренером спорт клуба платформа и сегодняшнее наше видео мы снимем комплекс упражнений для стабилизации поясничного отдела данные упражнения подойдут людям с диагнозом грыжа и протрузия поясничного и пояснично-пистового дела и приступаем к выполнению первого упражнения исходное положение стоя на четвереньках на коврике либо на полу принимаем исходное положение руки находятся под плечевым суставом на ширине плеч ладони ноги на ширине таза если мы посмотрим сбоку на должна получиться ровная буква п то есть две параллели рука нога первое что необходимо сделать поднимаем левую ногу в сторону опускаем обратно и проделать от 10 до 15 повторений одной ногой после чего 10-15 повторений другой ногой после этого ногу выпрямляем сторону ставим на пол колено прямой носок смотрит вперед при этом голова у нас всегда зафиксирована смотрит вниз перед собой голову не запрокидывать носок на себя и также 10-15 повторений поднимаем прямую ногу левый после чего правый и в третьем движении объединяем первое и второе действие и у нас получается поднять ногу выпрямить согнуть поставить обратно здесь уже ноги можно чередовать повторить также 10-15 повторений на каждую ногу следующее упражнение мы тренируем косые мышцы живота лежа на боку исходное положение ложимся на коврик ложимся на бок вытягиваем перед собой руку ладони раскрыта лежит на полу вторая рука у нас лежит на бедрах стараемся лечь в прямую линию носки тянем от себя колени вместе ноги друг другу приклеены левая рука на бедре как уже говорил ранее задача подняться дотянуться до носков и вернуться в исходное положение при этом не сгибая локоть то есть основная ошибка когда мы начинаем опираться на локоть таком случае мы снимаем нагрузку как раз работающих мышц переносим ее на руку наша задача работать только косыми мышцами поднялись опустились когда мы начинаем движение взгляд на носки когда мы ложимся обратно взгляд на руку на носки смотрим смотрим на руку все суставы все рычаги у нас прямые колени не сгибаем руки не сгибаем повторить от 10 до 15 повторений после чего меняем положение точно также ложимся носки тянем от себя коснулись легли еще одна ошибка которая возникает при выполнении данного упражнения когда мы пытаемся скруглив спину дотянуться до носка у меня сразу же согнулась рука это неправильно локоть прямой поясница тоже прямая и наклоняются строго в сторону еще раз в неправильном варианте теперь как должно быть и и так же 10-15 повторений после чего снова меняем положение только теперь у нас левая рука опирается в коврик либо на пол ноги также носки от себя колени прямо задача поднять ноги наверх и опустить обратно в этом движении не отрываем плечи поднимаем ноги взгляд на ноги опускаем ноги взгляд на руку 10-15 раз после чего меняем положение и следующее действие нам необходимо объединить предыдущие два упражнения упражнения исходное положение то же самое теперь мы поднимаем и корпус и ноги если изначально это делать не получается то есть выполняется тяжело упражнение дается можно облегчить и поднять только одну ногу и и соответственно то же самое сделать другую сторону следующее упражнение у нас будут также на коврике и будут тоже направлены на косые мышцы живота исходное положение ложимся на коврик называется упражнение велосипед руки в замок заводим за голову ноги отрываем от пола ноги вместе носки тянем от себя локти смотрят вперед взгляд тоже направлен вперед выпрямляем одну ногу перед собой до другой ноги дотянуться рукой в этом упражнении важно именно касание локтя противоположного колена то есть засчитываются только те движения где мы коснулись локтем колена взгляд перед собой то есть головой влево вправо стараемся не мотать и локти направлены строго вперед и заключительное наше упражнение в сегодняшнем комплексе которое мы выполним на коврике принимаем исходное положение лежа на спине руки над головой прямые из этого положения попытаться закинуть ноги наверх за голову и вернуться обратно носки на себя колени прямые и так попробовать сделать от 5 до 10 повторений все упражнения которые мы даем в наших видео уроках должны выполняться в комфортных для вас условиях то есть если вы чувствуете какой-то дискомфорт во время выполнения того или иного упражнения лучше его остановить и прекратить пока его делать переходить другому упражнению но вам должно быть всегда комфортно выполнять те или иные упражнения не должно быть ощущение боли ну и любого такого же скажем дискомфорта все эти упражнения выполняются по кругу и выполняем 2 3 4 либо 5 кругов опять же в зависимости от вашего самочувствия выполняем каждый день в течение как минимум трех недель трех и более трех и более